Лучшим из лучших моё почтение. Помнится, я как-то делал ролик по игре Sonic and the Secret Rings на канале, которая была посвящена приключениям нашего старого доброго синего ежа в мире арабских сказок. Игра тогда мне понравилась, и в том ролике я упомянул, что существует ещё одна игра о Сонике в стилистике сторибуков, о которой вам, я думаю, и так известно. Это Sonic and the Black Knight. Обе игры выходили на Nintendo Wii, консоль которой у меня никогда не было. Собственно, именно поэтому данные игры прошли мимо меня. А жаль. В чём же смысл сторибуков о Сонике? А смысл в том, что эти игры рассказывают нам истории о Сонике Попаданце, который оказывается внутри различных известных по всему миру сказках и легендах. Идея достаточно хорошая, и секретные кольца показали, что если постараться, можно всё отлично реализовать. Что же у нас с Соником и Тёмным Рыцарем? Дело в том, что сама тематика рыцарей всегда нравилась мне больше ближневосточной тематики. Ну, знаете, мне всегда больше нравилось смотреть на поединки мечников, средневековые баталии с замками и всей этой королевской престольной пижнёй, чем на разборке пустынного востока. Assassin's Creed и диснеевский Аладдин не в счёт, это другое. Не знаю, возможно, в детстве я просто слишком сильно увлекался властелином колец и прочими фэнтези. А потому я с самого начала словно знал, что Чёрный Рыцарь понравится мне больше Секретных Колец. И я не прогадал. Secret Rings рассказывал увлекательную историю о противостоянии Соника и поехавшего всемогущего говнючего джина. Но, пожив на свете некоторое время, я понял, что мне не столь нравятся рыцари, столь любые войны, орудующие их короном оружием. Мечом. Не зря же говорят, пуля дура аж тык молодец. Я обожаю мечников в самой разной медийной культуре, начиная от книг и заканчивая играми, конечно же. Меня радует, что на свете существует игра по вселенной Соника, выполненная не только в тематике рыцарей, но и посвящённая поединкам на мечах. И вот однажды я прошёл Sonic and the Black Knight и готов поделиться своими впечатлениями с вами. Для вас, как всегда, вещает Вандерфилд. И это разбор игры Sonic and the Black Knight, выходивший на Nintendo Wii в таком далёком, но таком ностальгичном для меня 2009 году. В чём же прелесть этой игры? Давайте разбираться вместе. Приятного просмотра! Игра встречает нас бомбическим саундтреком от Crash 40, о котором мы поговорим позже отдельно. И кат-сценой, в которой какая-то эльфоподобная девушка с длинными ушками и магическим посохом, всё по канонам фэнтези, убегает от назгулоподобного рыцаря, который зачем-то преследует её с шашкой на голову и окружает вместе со своими миньонами. И тогда девушка делает абракадабру шахер-махер, чтобы призвать на помощь рыцаря, быстрого как ветер, коим, естественно, оказывается наш Соник, что, по иронии судьбы, заспавнился вместе с челедогами. Классика. Загадочная дама извиняется за столь внезапное прервание трапезы и просит Соника помочь ей. Ну, Соник не тупой. Он видит перед собой гигачада рыцаря и понимает, как именно должен помочь. За секунду тот раскидывает всех чудиков и готовится приступить к дуэли с местным королём-чародеем. Только Соник собирается настучать тому по кастрюле, как вдруг его резко стопорит женщина, которая тотчас кастует телепорт и уносит Соника с собой. К сожалению, в этом бою не обошлось без жертв. Соник остался без последнего челедога, который пожертвовал собой, чтобы спасти своего поедателя. Помянем. Сам же Тёмный Рыцарь, который, кстати, может бегать по воздуху, разговаривает с тремя другими рыцарями, коими, к удивлению, являются наши старые знакомые Наклз, Шэдл и Блейз. Он приказывает им найти и убить девушку, и что интересно, они беспрекословно подчиняются его приказу. Далее нам показывают классические для сторибуков сценки в виде полувизуальной новеллы, где Соник спрашивает девушку, почему та не дала сразиться ему с рыцарем. На что та отвечает, что это бесполезно, ибо у него есть Авалон, ножны легендарного меча короля Артура Экскалибора. Соник узнаёт это имя и понимает, что каким-то образом оказался в одной из сказок. Девушка представляется волшебницей Мерлиной и просит Соника помочь ей найти способ одолеть Чёрного Рыцаря, которым по логике является сам король Артур. Но позже мы ещё поймём, что не всё так просто. Мерлина проводит нам спидранное обучение с тренировочным ржавым мечом, а позже рассказывает нам поподробнее, что король Артур свихнулся из-за своего бессмертия, которое давали тому ножны Экскалибора, и сделал из всего королевства цирк уродов. Соник задаётся вопросом, как его одолеть с его-то бессмертием. И Мерлина рассказывает, что где-то в недрах Туманного Озера спит священный меч, способный нанести тому вред. Только Соник собирается помчаться за ним, как Мерлина даёт тому рыцарскую перчатку и благословляет в дорогу. Ну и Соник преодолевает путь через Туманное Озеро, отбивается от свинюшек, лол. В конце пути сражается с настоящим драконом, которому хорошенько мнёт кабину своей кочергой и отсекает рог в виде кристалла. Разумеется, убивать он его не будет, ну и слава богу, ибо это не по-сониковски как-то. Добираясь до меча, Соник собирается взять его. Мерлина говорит ему, что только достойный сможет вытащить этот меч из камня. Уже догадываетесь, о каком мече на самом деле идёт речь? А также говорит, что доставший этот меч, избранный, должен будет убить им короля. Однако при этом он станет убийцей королей, врагом народа. А Сонику то по большей части поебать. Ему удаётся без проблем вытащить меч, после чего обнаруживается, что меч-то обладает собственным разумом и анимешным лицом. Мерлина говорит, что этот священный меч зовётся Калибурном. И Соник начинает с ним срач на тему «Ты придурок, сам придурок». Хех, классика. А потом появляется сам чёрный рыцарь. Нет, блин, белый самурай. Король Артур и... Воу, серьёзно? Вот так вот сразу появляется финальный босс? С этого момента вместо Мерлины нам будет подсказывать Калибурн. И что характерно, когда дело доходит до реального поединка, он и Соник перестают сраться и начинают работать в команде. Под базированную композицию с имбовым вокалом Джонни Джоэли нам предстоит сражаться с Артуром в босс-файте. При этом достаточно неплохом для первого полноценного босса. По всем законам жанра, первый бой с финальным боссом в начале игры главный герой обычно проигрывает с позором. Но игра говорит нам, что не чтёт законов жанра. И Сонику не только удаётся сходу ранить Артура, так ещё и сбросить его с коня. Однако это всё равно бесполезно, ибо с ножнами Авалон король залечивает любые ранения. Соник опять начинает сраться с Калибурном, называя того бесполезным ножиком, а тот в свою очередь говорит, что Соник нубас. Внезапно король Артур запрыгивает назад на своего коня и сбегает с поля боя, что странно для рыцаря. Но надо думать, чем контрить Авалон, потому что пока ножны у короля, тот будет залечивать любые ранения. Мерлина упоминает некую владычицу озера по имени Нимью, ну или Нимуэ, и говорит, что она может знать, как законтрить Авалон. Ну и Соник вместе с Калибурном отправляется к этому самому озеру. По пути Калибурн говорит Сонику, что за время нахождения в камне его лезвие слегка затупилось и настаивает, чтобы перед походом к владычице они заглянули к кузнецу в городе, чтобы тот наточил меч. И тут Соник замечает, как Мерлина задумчиво стоит с цветком в руке и размышляет, зачем вообще цветы растут, если прекрасно понимает, что быстро завянут. Их срок жизни такой короткий, но при этом они всё равно продолжают свисти, несмотря ни на что. Ну и это жирнющий намёк на основной философский подтекст этой игры, до которого мы доберёмся позже. Мерлина говорит, что не пойдёт с Соником в город, потому что боится, что там её могут узнать, и желает ежу удачи. Соник отправляется в Камелот, и нас ждёт офигенный уровень в городе, где мы должны будем прорываться и спасать мирных жителей от чудовищных существ, якобы созданных чёрной магией и короля Артура. В лавке кузнеца Соник находит Тейлза, который в этой игре уже не Али Баба, а кузнец, что, впрочем, больше подходит ему по специализации. Но Тейлз закономерно удивляется волшебному говорящему мечу Соника, и говорит, что с удовольствием его наточит. А нам с этого момента открывается меню кузнеца, где мы сможем экипировать вспомогательные айтемы, а позже менять оружие и стили. С обновлённым Калибурном Соник открывает свою ульту. Помните шкалу Soul Gage из Secret Rings, которая позволяла нам использовать Time Break и Speed Break? Так вот, эта шкала была возвращена, и теперь имеет новую функцию. При активации Соник сделает Soul Surge, молниеносный рвок на врага, нанеся тому удар. При повторном зажатии удар повторится, и как только враг будет повержен, Соник накинется уже на следующего врага, и так по цепочке, пока шкала не иссякнет. Тут можно будет слабить определенный тайминг, когда прицел на враге подсветится, и если нажать в этот момент кнопку Soul Surge, то тогда Соник сделает идеальный удар, Perfect Hit, который нанесет много урона, ваншотнит слабого врага, и частично восполнит шкалу, что продлит экзекуцию. Итак, Соник сбегает из Канелота, и направляется в сторону озера. По пути нам предстоит увлекательная поездка на тележке, а также пробежка по окраинным колхозам. В глубоких дебрях Соник внезапно натыкается на Шэдоу, который в свою очередь представляется как Ланселот, один из рыцарей круглого стола, и он вызывает Соника на дуэль. Ну, Соник подмечает, что с этим парнем всегда было трудно базарить по-людски, однако Калибурн подначивает того быть серьезнее, ибо с цепными псами короля шутки плохи. И начинается моя любимая часть игры, а именно рыцарские поединки на мечах. И должен сказать, что в этой игре очень здорово подошли к этому вопросу. Под эпичное музло Краш 40 нам предстоит махаться с Шадивом на мечах, при этом не попадать под его атаки. Лайфбаром нам будет служить счетчик из 100 колец. Каждый пропущенный удар врага забирает 20 из них. Странно, кстати, что Ланселота сделали первым из рыцарей, попавшихся Сонику, ведь по канону он был вторым по силе рыцарем в Ордене после Артура, и по всем законам жанра должен был выступать одним из последних боссов. Из-за того, что он попался нам так рано, соответственно, это самый фонарный босс в игре, и одолеть его нам не составит труда. И разработчики как будто понимают это, а потому в будущем предоставят нам некий приятный бонус. Короче, в ходе эпичного поединка на мечах, Соник побеждает Шэдл. Как окажется позже, поверженный Ланселот отступил и утратил свой меч Арандайт, который Соник залутал. По пути к озеру, Калибурн в своей манере хвалит Соника за победу над сильнейшим из рыцарей и спрашивает, почему тот не добил Ланселота Шэдл, на что тот отвечает, что в этом нет необходимости, ибо враг уже и так повержен, тем более обезоружен. Затем они подходят к самому озеру, где их встречает сама Леди Нимуэ, которая в этой истории играет Эми Роуз. Ну, Соник, разумеется, в своей привычной манере шарахается с нее, однако потом понимает, что это не та Эми, которую он знает. Леди Озера говорит, что понимает, зачем они пришли, и собирается помочь им одолеть Артура с ножнами, поскольку чувствует вину, что когда-то отдала их ему. Она опасается, что победивший Артура и заполучивший Авалон может легко встать на его место, а потому дает Сонику три испытания добродетели, освободить невинных из темницы Артура, помогать нуждающимся в беде и победить всех рыцарей короля. А потом Леди поделится секретом, как можно законтрить ножны Экскалибура. Ну, делать нечего, беремся за работу. Выполняем всякого рода дебила квеста, начиная от зачистки врагов на территории и заканчивая освобождением горожан из темницы. Все шло своим чередом, пока внезапно Соник в лесу не надыкается на ребенка, который говорит, что дракон похитил его семью. На выполнение испытания Леди Озера дала три дня и срок уже подходит к концу. Однако Соник решает прервать испытания и помочь ребенку, потому что он всегда играет только по своим правилам и не оставит нуждающегося в беде. Соник пробегается по просторной долине, пока не добегает до Стоунхеджа, где его внезапно встречает Наклз. Ой, простите, Сэр Гавейн. Мда. Ну, Соник, как обычно, троллит Наклза за его излишнюю прямолинейность, чего сам Костяшкин воспринимает в штыки и бросается в атаку. Далее происходит бой с Гавейном и блин, в какой еще игре мы сможем попиздиться с Наклзом в Стоунхедже? Это же легендарно! Сам бой немножко потруднее, использовать в бою свои коронные способности, как, например, парение в воздухе и резкое бурящее падение вниз. А также, при маленьком ХП, Гавейн будет использовать свою ульту бросание в нас своих мечей в качестве бумерангов. В этой игре, чтобы красиво побеждать боссов, придется заучивать тайминги их атак, что для меня, человека, взращенного на играх с жесткими таймингами, еще один повод кайфануть с боевки. Поверженный Гавейн сокрушается, что его одолел какой-то ученик. Ну ладно, ладно, Наклс, не переживай. Вот вернешься домой на остров Казамруду и будешь... Воу-воу-воу-воу-воу! Наклс, тихо-тихо-тихо! Я же просто пошутил! Не нужно так вот... Ух, спасибо, Соник. Мда, короче, Гавейн собрался сделать русском надзор, но Соник не позволил ему, отобрав его мечи. Гавейн ноет, что подвез своего короля, ну а Соник отвечает, мол, быть рыцарем это гораздо больше, чем просто бездумно служить королю, после чего уходит. Затем Соник находит пещеру, где при помощи своего меча и света освобождает горожан из кристаллов. По возвращении Соник понимает, что просохатил оставшееся время испытания, чтобы спасти семью мальца, однако, оказывается, что это была еще одна проверка от госпожи, которая таким образом тоже испытывала Соника. Она говорит, что он проявил все добродетели и теперь точно покажет ему, как законтрить ножны. Оказывается, что для этого понадобится собрать три священных оружия. И хорошо, что два из них уже оказываются у Соника, ведь тот подбирал мечи поверженных рыцарей. Да, клинки Наклза здесь как бы принимаются за единый меч, несмотря на то, что их двое. Последний нужный меч находится у Блей Персивали, рыцаря Грааля, и Соник начинает на него, то есть на нее охоту. И вот через крепости, долины и леса Соник пробирается в вулканическую долину к шахтам, и нам предстоит преодолеть долгий и увлекательный уровень, который лично мне немного отдает вайбами Рейл Кэннион и Буллет Стейшн из Хируйозов. Уворачиваемся от вагонеток и потоков лавы, катаемся по рельсам и сносим всех врагов на своем пути. В конце концов сталкиваемся с Персивалем, и Соник наконец-то начал подыгрывать, говоря, что у него нет хозяина, кроме свободного ветра, тем самым признавая себя рыцарем ветров. Он вступает в бой с Блейз, и нас ждет еще один эпичный поединок. Разумеется, Персиваль сложнее предыдущих рыцарей. Поскольку это Блейз, то она будет использовать против нас огненные атаки вроде Торнадо и Кольца. Также из-за того, что ее меч по сути Рапира, то приготовьтесь испытать на себе шквал молниеносных пронзающих атак. В конце концов Сонику удается ее одолеть, и отступая, та случайно оступается с края скалы, летит вниз прямо в реку лавы. Однако Соник на скорости подхватывает ее. Персиваль не понимает, зачем Соник сделал это. На что тот отвечает «Да просто так». А еще оказывается, что Калибурн шиперсонейс. Вообще Соник советует ему перестать насмехаться над ним после того, какой путь те проделали вместе. И Калибурн наконец признает Соника как рыцаря. Отпустив Персиваль и забрав ее меч, Соник вновь встречается с Мерлиной, которая говорит, что следила за его успехами через свое зеркало. Калибурн говорит, что осталось еще одно дело. Теперь нужно одолеть короля Артура. Мерлина сообщает, что тот засел на острове именуемом Авалон, далекая утопия, и Соник идет туда. Там он в последний раз бросает вызов темному рыцарю и начинается мега эпичный боссфайт, где нам еще нужно понять, как победить. Ну, как и в предыдущей игре этой ветки. Чтобы победить короля, нам придется кастовать Soul Search, находясь в воздухе. До этого его придется долго догонять. Вообще круто, что бой проходит на бегу, на больших скоростях, что как бы по-сониковски. И да, опасайтесь отставать от него слишком сильно, ибо тот тотчас последует примеру Эг-Эмпероры. В конце концов Сонику опять удается ранить короля и сбросить его с коня. Артур собирается применить Авалон и залечить свои раны. Однако Соник молниеносно размещает священные мечи вокруг него и созданный барьер блокирует силу ножен. Загрузавшись моментом, Соник наносит королю последний удар. Стоп, серьезно? Титры? Опять? Да ладно, очевидно, что это еще не конец. Вообще странно, что они уже во второй раз суют титры, которые невозможно проскипать прямо перед самым интересным моментом. На самом деле, Соник обнаруживает, что король-то не настоящий и рассыпается в прах, оставляя после себя только ножны. Тем временем, рыцари круглого стола находят Мерлину и собираются ее казнить по приказу короля. Однако, та заявляет, что их король был не более чем иллюзией, созданной ее дедушкой Мерлином. Внезапно появляется Соник, который, ничего не подозревая, отдает ей Авалон, говоря, что эти ножны это все, что осталось от короля Артура. И тут Мерлина переворачивает игру и являет свою истинную натуру, говоря, что силы ножен сделает этот мир вечным. Она выпускает тьму, которая начинает изменять замок, а Соник вместе с рыцарями решает отступить, по пути расчищая им дорогу. Нам предстоит пройти увлекательный уровень на ограниченное время, где по пути мы будем наблюдать все ужасы демонизации мира и появление аномальных чудовищ. В конце концов, ребята выбираются из замка и начинают спорить, что им делать дальше. В конце концов, рыцари они или не знай кто. В спор вмешивается Соник, который повторяет фразу, которую уже говорил Гавейну о том, что быть рыцарем гораздо больше, чем просто служить королю. На помощь приходит озерная мадам, которая говорит, что они могут остановить распространение тьмы при помощи барьера, если возложить священные мечи на специальных алтарях. Соник возвращает рыцарям их мечи и говорит, что рассчитывает на них. После чего начинается финальный акт игры. И когда я проходил это впервые, на этом моменте я так охуел, когда понял, что нам дают в полное распоряжение три дополнительных играбельных персонажа. Да, рыцари круглого стола также становятся полноценными играбельными персонажами, которых мы также сможем усиливать при помощи айтемов и даже менять их стили. Однако, играть за них мы сможем только на уровнях, помеченных красным маркером. В остальных случаях играть мы сможем только за Соника. И это не шутки. Каждый из рыцарей по-своему уникален обладать своим собственным мувсетом и способностями, а также каждый из них будет по-своему комментировать происходящее, в зависимости от того, какой уровень мы будем проходить за какого персонажа. По канону, каждый из рыцарей пошел в локацию, где мы с ними сражались ранее. Шадив фон Слот, например, пошел в лес, куда уже распространилась порча. Повсюду появляются чудовищные пауки, что примечательно, Шадив Фланселот, как и все другие, имеет свои собственные механики. В бою он делает упор на редкие, но сильные атаки, как и Соник имеет хоуминг-атаку, а также его ульта тоже сильно похожа на Soul Search Соника. В случае Шэдоу это хаос-панишмент. По сути, это что-то наподобие хаос-контроля из ШЗХ, совмещенное с Soul Search Соника. Шэдоу будет в синей ауре скакать от врага к врагу и наносить им мощные удары. Как только враги закончатся, а шкала нет, Шэдоу молниеносно метнется по пути в сторону следующего врага. Также примечательно, что Шэдоу будет передвигаться в соответствии канону на своих аэроботинках, которые подогнаны под тематику средневековья и обычно держат меч обратным хватом. Наклс делает упор на быстрые множественные атаки своими мечами, что превращает того в ходячую мясорубку, но сильно бьет по его мобильности. Помимо этого, у него также осталось планирование в воздухе, а повторное нажатие заставит его спикировать прямо на головы врагов. Ульта Наклза при использовании позволяет тому метать во врагов свои клинки бумеранги, что позволяет расчистить путь, не получив урона вблизи. Однако есть и недостаток. У Наклза самое неудобное карабкание по стенам. Да, здесь есть карабкание по стенам, и у всех персонажей оно разное, а у Наклза самое неудобное на мой взгляд. Хотя это ж костяшки, хорошо ползать по стенам для него это классика, блять, это знать надо. Наклз Гавейн пробивается к алтарю через долину и огромную тюрьму, где раньше побывал Соник, а Блейз Персиваль закономерно побуянит вулканических шахтах. Соответственно, Блейз делает упор на быстрые пронзающие атаки, иногда усиливая их огнем. Она может делать резкие пронзающие рывки вперед, бегать по стенам, буквально бегать, ведь она киса, а ее ульта позволяет той на несколько секунд становиться неуязвимым огненным вихрем, сносящим все на своем пути. В общем, что хочу сказать, спасибо, спасибо, что дали нам возможность не только снова полноценно поиграть за этих персонажей, так еще и в тематике слэшера. А ведь играть за дополнительных персонажей мне понравилось даже больше, чем в Соник Фронтирс. Мицари добираются до алтарей и вонзают свои мечи в пьедесталы. Ванселот получает информацию, что сила, которой завладела Мерлина, называется Черная Пустота. Наклз вспоминает про Экскалибур и говорит, мол, видел только его ножны, а вот сам меч никогда. А что там Соник? А Соник опять вернулся в пещеру, где нам предстоит снова сражаться с драконом. Только теперь это полноценный и сложный боссфайт. Опять попилив дракону Та замыкает цепь. Барьер вздымается, однако выясняется, что его силы недостаточно, чтобы сдержать тьму. И тогда Соник решает лично наведаться к Мерлине. Встретившись с ней, тот спрашивает, зачем она это делает? Разве изначально ее планом не было спасти королевство от тьмы, а не примкнуть к ней? На что Та рассказывает Сонику историю, что это королевство уже давно было обречено раз за разом. По истории из-за проеба его стола распались, а Артур погиб в бою со своим сыном Мордредом. Такова их печальная судьба. Однако, та иллюзия короля, которую создал Мерлин, не привела ни к чему, кроме ошибок. Мерлина при помощи силы ножен хочет создать королевство, которое будет существовать вечно. Законсервированный мир. Соник тут же триггерится, спрашивая, что хорошего может быть в мире, который никогда не исчезнет? На что Мерлин отвечает, мол, ее печаль движет ей и не позволит отступить. А Соник просто ничего не понимает. Но наш герой и не желает понимать ее эгоистическую мечту. Он атакует Мерлину, однако ее защищает барьером, который отбрасывает ежа. Соник встает и атакует снова, и его опять отбрасывает. За Мерлиной появляется чудовищная фигура с мечами, Сусадо, мать ее, которая атакует Соника. Но его защищает Калибурн. Однако, Мерлина с легкостью его ломает. Соник все равно раз за разом встает и пытается атаковать Мерлину. Даже несмотря на то, как жестко та его избивает. За всей этой жестью наблюдает Нимуэ вместе с рыцарами Круглого Стола. Они все как один орут Сонику бежать. Но Соник говорит, что рыцарь ведь никогда не должен убегать от своих врагов. Гавейн говорит, что сейчас не время для рыцарства. Однако, Соник заявляет, что на самом деле то, что он делал никогда не касалось рыцарства. Он делал хорошие поступки потому, что он сам по себе такой. И все. Эти слова вызывают священный золотой свет. Озерное говорит рыцарям, чтобы те немедленно отдали свои мечи. И когда озеро их поглощает, Соника накрывает неизвестная сила. Его тело покрывают сверкающие золотые доспехи. А меч Калибурн перерождается в тот самый Экскалибурн, сильнейший из священных мечей. получив новую силу, Соник вступает в бой с Темной Королевой и начинается финальный босс-файт этой игры. Должен сказать, что мне, черт побери, нравится эта битва. Если сравнивать ее с финальным боем в Секрет Рингс, то это, на мой взгляд, все же легче. Легче она, потому что здесь вы можете отбить практически любую атаку Мерлины, если попадать в тайминги, а также уклоняться или отражать в нее ее же Проджектайлы, в то время как читерский Джин порой насиловал нас кривыми хитбоксами. В целом, это очень честный босс, если опять же запомнить все его тайминги. А они нормальные. Он не вынуждает вас трясти вимоутом на протяжении долгого времени, как это было в поединках с рыцарями. В качестве лайфбара здесь также выступает счетчик в 100 колец. Каждое попадание отнимает 20. Да, Экскалибур Соник так же, как и Даркспайн получает урон, ибо это все же не супер-слэш-гиперсоник с их неуязвимостями. Чтобы нанести урон боссу, нам понадобится накопить шкалу Soul Gauge, которая копится с контратак, и при активации Soul Surge Соник будет наносить Марлине урон. Тут прикол в том, что лучше не затыкивать кнопку удара быстрее, а опять же ловить тайминги и бить в своеобразный ритм. Тогда игра будет засчитывать нам перфект хиты, и шкала будет сразу немного пополняться. Плюс ко всему, урона мы нанесем больше, чем от множества мелких ударов. Но это так, чисто по моему наблюдению. Ведь мне понравился данный боссфайт, и я переигрывал его несколько раз. Кстати, и прошел я его с первого раза, даже ни разу не проиграв. В идеале будет достаточно два-три таких захода, как и в Секрет Рингс. А потом Соник последней сокрушительной атакой пробьет королеву насквозь, потому что нет ничего, чего бы не смог разрезать Экскалибур. Все закончилось. Замок разрушен, однако Мерлина не погибла. Соник спокойно подходит к ней и объясняет, что да, может быть никакой мир не вечен, но в этом и суть жизни, что мы должны использовать самое ценное, что у нас есть, время, и жить на полную катушку, как можем. Это нормально, что жизнь циклична. Старая отмирает, но на его месте рождается что-то новое, более красивое, и это прекрасно. Этому не надо мешать. К Сонику подходят рыцари, которые хвалят его. Они сокрушаются, что все время их король был простой фальшивкой, и что рыцарям придется распуститься. Но Калибурн вступает в беседу, говоря, что они явно забыли, кто он такой. Калибурн это священный меч, который решает, кто будет достоин короны. И он с самого начала признал Соника достойным, поскольку даже несмотря на его непокорный характер, чувствовал его достойные качества, иначе просто не вылез бы из того камня. А это значит, что Соник все это время и был настоящим королем Артуром. Последним, что Соник видел, было лишь то, как все рыцари тотчас преклонили перед ним колени. И это все. После титров мы видим, что это все было сном, и Соник оправдывается перед Эми, что не пошел с ней на свидание тем, что участвовал во всем этом приключении. Разумеется, Эми ему не верят и начинает пиздить Соника с саной тряпкой. Ну, или киянкой. Это Шэмми. Такой была история Соника и Черного Рыцаря. Ну, что ж, хочу сказать, что игра действительно понравилась мне даже больше, чем Секрет Рингс. Она тоже проходит на больших скоростях, только в ней гораздо больше динамики из-за присутствия механики Слэшера. В игре осталось еще много интересностей. Например, вы помните тот самый первый бой с Вонселотом, который, ну, совсем фонарный? Вам так кажется? Тогда, после прохождения игры, ловите второй боссфайт с ним, где Шадив действительно начинает показывать совершенную силу. Это самый тяжелый боссфайт в игре, сложнее даже финального босса, на мой взгляд. Вонселот начинает использовать все обилки из джентльменского набора Шадива. Хаос Бласты, Хаос Спиры, даже его ульта, Хаос Панишмент, тоже будет активно применяться против нас. Тайминги просто безумные, Секира курит в сторонке. Просто попробуйте выиграть столкновение с ним на мечах. Удачи на даче. Чтобы победить его, я рекомендую использовать Soul Search прямо в воздухе и наносить ему перфект хиты, дабы не дать шкале быстро иссякнуть и продлить ульту. Это очень эффективно против него и поможет победить. Вот это я понимаю поединок с одним из сильнейших рыцарей и конченой формой жизни, Ланселот, Гэвейн и Персиваль не единственные из рыцарей круглого стола, кто появляется в игре. В мультиплеерном режиме мы сможем сыграть за еще двух рыцарей Сэра Галахада Сильвера и Сэра Ламарака Джета. Иронично, что по лору Артурианы все рыцари друг другу братья-сватья, а Галахад так вообще сын Ланселота. Это породило целые волны бурлящего говна и теорий, мол, Шэдоу игра на самом деле не учитывает таких подробностей лора и персонажи Соника здесь просто отыгрывают свои роли, как в театре. Музыка в игре это просто нечто и отдельная тема. Пока Кеннеди такое и Фуме Куматани работали над саундтреком к Секрет Рингс, который, кстати, получился добротным, над саундтреком Блэк Найта работала другая старая гвардия в лице Краш-40, а также Томми Таларико известны своими работами по играм на Sega Mega Drive. Его мы сможем узнать по музыке из Кул Спота, Аладдина, Книги Джунглей, Червяка Джима и даже легендарного Человека-паука 2000 года и МК Трилоджи на Первую Маловарню. Вот уж кого не ожидал здесь встретить. Блестящий тандем Джонни Джоэли и Дзюна Синоуя опять выдает базу. В игре есть несколько вокальных композиций, написанных группой специально для игры. Заглавная тема игры называется Night of the Wind, которая является одной из любимейших моих песен группы Краш-40. Она поется от лица Соника, который и является тем самым рыцарем ветров. И стоит выделить момент, когда Джонни своим пением как бы имитирует завывание ветров. Прям мурашки по коже. Музыка просто льется. Пафосная и эпичная тема короля Артура Fight the Night, отражающая всю эпичность противостояния с ним. Также не менее эпичная тема битвы с рыцарями круглого стола Through the Fire, Через Огонь. Музыка Тема битвы с финальным боссом называется With Me Со мной. Ее исполняют Эмма Геллот, Тина Карлсу Доттер и Мартин Фридман. Она поется как бы от лица Мерлины и отражает всю ее неприязнь к конечности мироздания и о том, как та уничтожит любого стоящего на своем пути. В общем, истинная злодейская песня You know Every world will have its end And I'm here To prove it all To you I am Who you don't think I am Think I'm all wrapped up In my evil plan I can taste the day Save the night And I'll be the last one standing in a flash of light My eyes My eyes I feel with curiosity Потом На эту тему вышел кавер от Джоэли Но лично мне все же больше нравится оригинал И последняя композиция которую можно выделить является еще одна песня Crash 40 Live Life Которую также исполняет Джонни Джоэли Она отражает то, что жизнь не вечная и надо прожить ее на полную катушку В чем собственно и заключается основной посыл данной игры Take a look inside your heart It won't seem to be fair today Tomorrow it may not А, ну да Игра уж совсем ходит с козырей И на моментах со знакомыми персонажами включает нам ремиксы их тем и старых добрых адвенчеров Благодаря чему эти персонажи сразу же узнаются Shadow I am Lancelot Knight of the Round Table I challenge you to a duel I don't suppose you're gonna let me by You look just like this knucklehead I know I know a fine blade when I see it I am a blacksmith after all Great Think you could sharpen this dull piece of rust But man I would have thought I was the real King Arthur That's the lamest excuse ever You just forgot about our date Sonic The long lost light at the sacred storm Quick, your swords Вообще эта игра толкает лютую базу что все когда-то обязательно закончится и с этим ничего не поделаешь нужно лишь принять это как должное и продолжать жить Sonic сам является приверженцем данной философии он кайфует от жизни и приключений и совсем не думает о том что когда-то умрет хотя впрочем не ему решать когда тут умрет а Сеге хе-хе-хе-хе а вообще стоит похвалить сюжет игра проходится на одном дыхании и лично мне даже не успела наскучить хотя контент в ней есть тот же Secret Ring сказался мне длиннее и муторнее хотя на самом деле по продолжительности они практически одинаковые опять же радует что это игра про старого доброго Соника который был сильным решительным и совсем не тупым Соник это решава которая тащит историю своей настойчивостью персонажи тоже совсем не глупые и соответствуют своим собственным характером это кстати последняя игра про Соника над английским дубляжом который работал каст 4Kids Джейсон уже поднаторел в роли Соника выдавая эпичный и мой любимый его голос в последний раз также он озвучил и Шадива а потому мы снова услышим его коронные фразы узнаваемым голосом и остальные голоса персонажей тоже легко узнаются это кстати одна из немногих игр о Сонике где я вообще не видел Зигмана даже в кольцах тот появлялся но здесь нет ну что ж а у меня на сегодня все я в принципе рассказал вам все что хотел касательно этой игры и я не пожалел что ознакомился с ней мне даже жалко что сторибуков больше не будет ибо Секрет Рингс и Блэк Найт явно вышли добротными играми да в них есть свои недостатки как и во всех играх даже самых лучших как например недостатки сенсорного управления и прочие консольные ограничения я все-таки считаю что управление старым добрым мануальным контроллером с кнопками всегда будет иметь преимущество над сенсорным а так для меня это не критично и плюсы игры с большим отрывом превалируют над минусами ну я надеюсь что и вам тоже понравилось это путешествие в мир Артурианы под сеттингом Соника ставьте лайки если вам понравилось видео и подпишитесь на канал ну а для вас как всегда обещал Вандерфилд и удачи на даче на даче ванерфилд подпишитесь на даче до сеттингом Продолжение следует...